Синий жилет, шар с триколором, значок, сумка и планшет в руках. Такова была атрибутика тех, кто проводил перепись населения в Крыму. Официально перепись называется 2020, потому что ее планировали провести еще в прошлом году. Из-за пандемии мониторинг пришлось отстрочить, а поучаствовать в переписи. На своем примере лично призывал Владимир Путин. Опираясь именно на данные переписи населения, государство сможет принимать более выверенные, а значит более эффективные решения в сфере развития экономики, в социальных областях, таких как здравоохранение, образование, демография. Это неформальное дело. Нынешняя перепись почти полностью цифровая. Поучаствовать можно было даже онлайн. Исключение только для работников стратегических объектов. Они заполняли анкеты в бумажном виде. Среди 33 вопросов спрашивали об источниках доходов и национальной принадлежности. Гражданство будет интересовать. Будет интересовать состояние в браке, количество детей в семье. Будет очень важный для нас с вами вопрос, вопрос о национальности и о родном языке, языке, на котором говорят обычно в семье. Крымская перепись российскому бюджету обошлась 20 миллионов рублей, то есть примерно по 10 рублей на каждого переписанного крымчанина. Кстати, в 2014-м, когда Россия после аннексии также переписывала крымчан, эта сумма была почти в 20 раз больше. Если верить чиновникам, готовиться к переписи им пришлось в рекордно короткие сроки, рекордно даже в мировом масштабе. Всего за три месяца нужно было обучить 8,5 тысяч переписчиков. По данным украинской переписи 2001 года, которую также проводили и в Крыму, на полуострове проживало 2 миллиона 400 тысяч человек. Осенью 2014-го россияне насчитали на 120 тысяч меньше. Такое падение эксперты связывали с аннексией и массовым переездом крымчан на материковую Украину. Нынешняя перепись, скорее всего, покажет противоположную и даже рекордную динамику роста населения в Крыму. С 2014-го пошел подъем. Самый пик был в 2015-м. Было 17 тысяч 900 человек прироста населения за счет миграции. Это у нас по официальной статистике. Сколько всего людей здесь, непонятно. Но больше всего мигрантов принял Севастополь. По оценкам экспертов, там население увеличилось почти вдвое. Севастопольцы по объему продуктов, покупаемых, в два раза больше потребляют, нежели среднестатистические россияне. Может, мы просто жрем много, извините за выражение. Нет, я думаю, что просто у нас под столом еще сидит кто-то, кто тоже ест, но его не видно. Эксперты говорят о том, что Россия буквально колонизирует украинскую территорию. На полуострове создают специальные льготные программы для врачей, учителей, бизнеса и военных, чтобы максимально привлечь россиян переезжать жить в Крым. Колонизация – это один из таких инструментов, которые Россия надеется использовать для того, чтобы закрепить оккупированную территорию под своим контролем. Чем больше населения, чем больше людей на оккупированной территории будут выражать свою приверженность или хотя бы будут опасаться выражать нелояльность к оккупационному государству, тем легче будет такой территорией управлять и тем легче будет в будущем манипулировать международным сообществом. Как отмечают подконтрольные, Россия и СМИ во время переписи считали всех без исключения, в том числе военных, бездомных и иностранцев. Эти переписчики будут заходить в каждый дом, будут заходить в каждую квартиру, в каждое коллективное хозяйство, чтобы переписать нас. Но не все крымчане хотят быть переписаны. По некоторым адресам и маршрутам переписчики ходили в сопровождении полиции. Есть люди, которые по внутренним убеждениям не хотят, то есть считают, что это налоговые уходят, уходит чипирование какое-то происходит, ничего, это естественно нереально сделать сотруднику Росстата. Плохо реагируют. Как отвечают на вопросы. Очень мало людей открывают двери, посылают куда подальше, то начинают говорить, что это за вопросы, зачем вы задаете мне, я сейчас полицию вызову. Перепись действительно добровольная, люди имеют право отказаться, но поэтому данные переписи могут быть неточными, говорят эксперты. По прогнозам Всероссийского центра исследования общественного мнения, под перепись попадает лишь 85%. Кроме реального количества переписанных крымчан, будут потасованы данные по поводу национального состава населения Крыма и использования родного языка, считают украинские эксперты. В Крыму проживает татар, то есть казанских татар 40 тысяч. Это по переписи, которая проводилась в 2001 году. Хотя до этого их было всего несколько тысяч. И вдруг их численность выросла в несколько раз. Зато якобы уменьшилось на несколько десятков тысяч крымско-татарское население. Я думаю, что эта тенденция, она продолжится, и что по результатам этой переписи эту тенденцию нам снова будут демонстрировать. По оценкам экспертов регионального центра по правам человека, за семь лет аннексии Россия увеличила население Крыма с 2,5 миллионов до минимум трех. Есть только два города на постсоветском пространстве, где можно услышать знаменитую фразу «понаехали». Это Москва и Севастополь. И это как раз за счет мигрантов, а не рождаемости. И именно в этом главная политическая цель Кремля. Это будет делаться для того, чтобы еще больше утвердить и зацементировать последствия незаконной аннексии. Чтобы максимально в будущем усложнить процессы деоккупации и реинтеграции крымского полуострова в состав Украины. Россия хочет превратить крымский полуостров в центр лояльного для себя населения, где украинская национальная идентичность будет абсолютно искоренена. В 2018-м наша редакция готовила материал по обновленной демографии Крыма и проводила опрос с простым вопросом. Откуда вы? И найти тех, кто мигрировал на полуостров, было совсем несложно. Много историй и у блогеров, которые после аннексии словно настоящий десант переехали из России в Крым. Наверное, каждый сибиряк об этом мечтает. Всегда хотели уехать в теплые края. Я сменил унылую карельскую природу на вот эту красу. Иногда складывается впечатление, что там пол Сибири просто решила взять и приехать. Эксперты убеждены, что это целенаправленный российский план, чтобы сделать полуостров максимально лояльным Кремлю. Полного доверия у российского руководства нет к украинскому населению, даже выступавшему с пророссийской позиции. А Крым не им нужен прежде всего как военный полигон, как база для осуществления агрессии, экспансии в Азово-Черноморском, Средиземноморском регионе и на Ближнем Востоке. Для этого нужно закрепить эту территорию гарантированно. Россия не имела права проводить перепись в Крыму, уже заявили в украинском МИДе. Осудили эти действия и в Европейском Союзе. Российская же сторона эти заявления не учитывает. Результаты переписи планируют обнародовать весной 2022 года. Игорь Токар, Никита Исайко, Крымреалии.